Всем привет! Меня зовут Софья, вы на территории полезного контента. В этом видео я хочу рассказать вам про несколько книг. Скажу честно, я не считала их количество. Я подобрала и несколько книг по дизайну, и еще книги, которые помогут вам развивать софт-скилл. Я начну с книг по дизайну. Первое. Теперь вы это видите. Это книга, в которой есть 50 эссе от других дизайнеров, которые смогли раскрыть свои секреты. Автор этой книги – графический дизайнер. Он брал интервью у других дизайнеров, и в итоге получилось 50 эссе, в котором люди делились своими секретами. Вторая книга – это дизайн мышления в бизнесе. Автор этой книги является руководителем одной из крупнейших компаний по сфере дизайна. Они разрабатывали дизайн для мышки Apple, для щетки Oral-B и для еще нескольких достаточно крупных компаний. Я не скажу, что эта книга целиком и полностью посвящена дизайну. Как и написано в названии, это дизайн мышления в бизнесе. Поэтому эта книга будет полезна и как для личности, то есть для одного человека, и в целом для компаний. Следующая книга – UX дизайн. Практическое руководство по проектированию опыта взаимодействия. Огромный плюс этой книги, что она максимально полезна для веб-дизайнеров, потому что очень много примеров посвящено именно веб-сайтам. А если вдруг вы задумывались о том, чтобы подтянуть свои знания в UX сфере, я надеюсь, что она будет для вас максимально полезна. Там есть много методик и техник, которые поможут вам подтянуть свои навыки. Еще одна книга, посвященная UX – дизайн интерфейсов. Что интересно, автор из России, и поэтому мне было максимально приятно поместить ее в эту подборку. Здесь есть несколько советов от самого Ильи, который является UX дизайнером, которыми он делится в этой книге. Слог у этой книги простой и достаточно понятный, поэтому начинающим она будет максимально полезна и, опять же, понятна. Там собраны знания, которые точно как раз-таки полезны для новичка. Теперь я хочу перейти к книгам, которые не прям про дизайн, но всем дизайнерам однозначно рекомендую к прочтению. 100 главных принципов дизайна и 100 главных новых принципов дизайна – автор один и тот же. И в книге собрано очень много информации по нейромаркетингу. То есть вы сможете понять, как правильно разработать сайт или любой другой дизайн, чтобы его взаимодействие было максимально эффективным. Даже не взаимодействие, а именно продаваемость этого сайта была высокая, то есть конверсия этого сайта. Следующая книга – «Правила деловой переписки». Она точно вам поможет при взаимодействии с клиентом. Я думаю, для многих это актуально. И, честно, я видела огромное количество положительных отзывов на эту книгу. Книга «Дневник дизайнера-маньяка». Она не прям о дизайне, но отвечает на такие очень наболевшие вопросы. Примеры вопросов – должен ли дизайнер уметь рисовать, существует ли идеальный заказчик и какой он, где брать вдохновение и что является плагиатом, а что является вдохновением. Эта книжка максимально интересная и не банальна. И как раз, я думаю, она не только начинающим будет полезна, потому что про это редко говорят и как раз в этой книге говорят. Я вам очень советую книгу «45 татуировок продавана» и «45 татуировок менеджера». Про менеджера я уже почитала. Это книга для руководителей. К продавану я не очень хочу переходить, но для дизайнеров будет максимально полезна вот эта книга про «45 татуировок продавана», потому что это как раз по повышению продаж и по правильному взаимодействию с клиентом. А «45 татуировок менеджера» она поможет руководителю. Мне очень нравится, что в этой книге как бы каждая татуировка, то есть каждая глава, ну, она очень четко поделена. И даже если вы там, я не знаю, откроете 17-ю татуировку, то это ничего не изменит. То есть какого-то соединения между главами нет. И вот мне всегда очень нравится читать такие книги. Я знаю, что у многих из вас есть проблема с тайм-менеджментом. И следующая книга, которую я хочу порекомендовать «Дедлайн». Там рассказаны основы тайм-менеджмента и рассказано о том, как не заваливать сроки. И я думаю, что многие из вас захотят ее почитать. Следующая книга – это «Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем». Я в каком-то из видео уже про нее рассказывала, но она выходила достаточно давно. И читала я ее достаточно давно. Она тоже про нейромаркетинг. То есть она рассказывает о том, как сделать дизайн продукта так, чтобы он по максимуму воздействовал на покупателя. То есть почему там лучше делать такого цвета упаковку. Почему там она должна быть квадратная или круглая. И на конкретных примерах это рассказано. А вроде как это нет конкретных примеров о веб-дизайне. Но если вы включите аналитику, логику, то это вполне все можно перевести на сферу веб-дизайна. На этом моя подборка книг заканчивается. Надеюсь, хотя бы одну книгу вы захотите заказать и прочитайте. Если видео было полезно, напишите в комментариях. Спасибо, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся с вами в новых видео. И не забывайте, если не попробуете, то никогда не узнаете, на что вы способны. Пока!